Всем привет! Это Таня Фельгенгауэр. Сегодня мы попытаемся понять, в какую игру с нами играет власть и какие у нас в этой игре шансы, ну, не то чтобы победить, но хотя бы пройти в следующий круг. Какие, вы знаете, игры и соревнования? Монополия, мафия, вышибалы, бои без правил. Попробуем все смешать? Получается государство. Вполне получается. Что нужно добавить? Что-то из сословного общества, где у разных игроков разные стартовые позиции и разные права, а также разные способы влиять на происходящее. Ну, как разные. Путин и его ближайшее окружение может все. Силовики могут почти все. Высшие чиновники могут многое. Граждане не могут практически ничего. Вот такой у нас состав в игре. Звучит не очень справедливо, но ведь никто и не обещал вам фэйрплей. Супер, продам, кащады! По идее, играть можно за разные команды. Хотя в топовые вас вряд ли возьмут. Там уже все занято, и у генерала, как в том анекдоте, есть свой сын. Так что карьерный и прочий рост строго регламентированы. За то, что абсолютно неконтролируемо, это риски. Они велики и касаются абсолютно каждого. И генерала с его сыном тоже. Но до них дело в этой игре дойдет не сразу, только если они перестанут делиться с топовыми игроками. Зато обычные игроки рискуют с каждым сделанным шагом больше. Ретвитнул или лайкнул, можно отправиться в тюрьму. А можно и не отправиться. Решил поучаствовать в политике, путь в тюрьму гораздо короче. Не забывайте, что у нас тут еще элементы мафии. Так что, когда жители города засыпают, на утро могут проснуться не все. И трудно будет понять, кто совершил преступление, ведь у мафии все схвачено. Мы, конечно, можем между собой делиться какими-то мыслями, кто именно входит в мафию. Но тут, смотри пункт выше, любая активность укорачивает путь в тюрьму. Особенно для граждан второго сорта, которыми нас с вами считает Владимир Путин и его друзья. Чтобы за вас заступилось государство, нужно быть либо Виктором Бутом, либо Марией Бутиной. А вот Софье Сапегой, например, быть очень плохо ее государство спасать не торопится. Я уже молчу о позорном поведении власти в связи с убийством в цар группы российских журналистов. О них, кажется, государство вообще не вспомнило. Достоверных данных, к сожалению, пока нет. Но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле и надеемся, что хоть когда-нибудь мы узнаем, что же в реалиях там произошло. Кстати, если вы решили, как в монополии, что-нибудь купить или накопить, то и тут нужно быть аккуратнее. Бизнес, как и политика, прямой путь в тюрьму. Это только для своих, лояльных. Успешная и популярная компания должна быть под контроль на власти. В идеале продать ее нужно проверенным людям, а вот несогласных с таким положением дел предпринимателей с легким сердцем выдавят за границу. Конечно, какой-то бизнес в России есть, но он в этой игре страдает от еще одной особенности – полного отсутствия правил. Ты правильно понял? Торгаш-жулик. В сознании народа, мы же так говорим. Я же про вас. Вы знаете, я же тоже честный народ. Даже если вы попытаетесь играть в любую из игр с властью, вы проиграете. Дело в том, что в Кремле постоянно меняют правила. И даже тогда, когда раунд уже начался. Выборы, каждый раз обновленный закон и новые регламенты, в основном запретительного характера. Бизнес, та же история, плюс еще могут просто тупо все отнять. Не зря же я вам говорила про бои без правил в самом начале. И даже если вы мэр или губернатор, нет правил, уголовка прилетит в любой момент. Даже если вы уже добровольны и досрочно ушли в отставку. Более того, даже если вы принадлежите к клану силовиков. И вас тоже могут слить, потому что нет правил ни для кого, кроме Владимира Путина. А у него правило одно – делай все, чтобы остаться у власти. Вы с нами навсегда? Если вы захотите. Вы хотите этого? А в какую игру с властью играете вы, если играете или наблюдаете за игрой? Давайте обсудим в комментариях. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До следующей пятницы. Пока! Продолжение следует...